Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Девушка с татуировкой дракона». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Снеговик. 2004 год. Основным делом, которое расследует детектив Харри Холле, становится несколько загадочных убийств, произошедших в Осло. Опыт, полученный им на учебном курсе ФБР, заставляет искать взаимосвязи между преступлениями. Наконец, Холле их находит. Все жертвы были замужними женщинами с детьми. А вскоре после убийства, на месте расправы, неизменно появляется Снеговик. Исчезнувшая. 2014 года. Все было готово для празднования пятилетнего юбилея супружеской жизни, когда вдруг, необъяснимо пропал один из виновников торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, и цепочка ключей в игре под названием «Охота за сокровищами». Красивая, умная и невероятно изобретательная жена ежегодно устраивала ее для своего обожаемого мужа. И похоже, что эти ключи, размещенные ею тут и там, странные записки и не менее странные безделушки, дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только не придется ли охотнику в процессе поиска раскрыть миру и пару-тройку собственных малосимпатичных тайн? Микаэль Блумквист – талантливый журналист, который верой и правдой добивает справедливости в самых скандальных делах. Неожиданно терпит фиаско в своей деятельности, в результате чего вынужден отбыть срок лишения свободы. В то же время влиятельный человек Хенрик Вангер поручает ему дело о продаже его племянницы, которая троинственным образом исчезла из имения Вангеров, и о которой вот уже множество лет нет никаких новостей. А попытки Хенрика разыскать родственницу также не приводят к положительным результатам. Будучи скептиком, Микаэль сначала не верит в удачу, но вскоре обнаруживает запутанную и леденящую кровь историю, связанную с семейством Вангеров. В этом журналисту помогает неформальная особа Ризбет Саундер, простывшая не только гениальным умом, фотографической памятью, но и прекрасными хакерскими способностями. Островы проклятых 2009 года Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им придется столкнуться с паутиной лыжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники. Зодиак еще не отошел от дел. Багровые реки 2000 В престижном колледже в Альпах совершено зверское убийство, которое расследует опытный комиссар полиции Пьер Неманс. Тем временем в другом местечке происходит еще одно, весьма странное преступление. Кто-то раскапывает и оскорняет могилу десятилетней девочки. Это дело ведет молодой детектив Макс Керкерьян. Кажется, между данными событиями нет связи, но она существует. И когда ООО полицейских обнаруживают ее, доселевиденные и мезаурядные злодеяния постепенно меркнут по сравнению с тем сердцем тьмы, куда приведут их поиски правды. Смертельно опасной правды. 7. Детектив Уильям Соммерсет Ветеран уголовного сыска, мечтающий уйти на пенсию и уехать подальше от города и грешных обитателей. За 7 дней до пенсии на Соммерсета сваливаются две неприятности. Молодой напарник Милс и особо изощренное убийство. Острый ум опытного сыщика сразу определяет, что за этим преступлением, скорее всего, последуют другие. Новости подтверждают его догадку. Поняв, что убийца наказывает свои жертвы за совершенные ими смертные грехи, детектив встает перед выбором – вернуться к работе, либо уйти и передать дело своему менее опытному напарнику. Молтание ягнят Психопат похищает и убивает молодых женщин по всему Среднему Западу Америки. ФБР, уверенная в том, что все преступления совершены одним и тем же человеком, поручит агенту Кларисе Стерлинг встретиться с заключенным маньяком, который мог бы объяснить следствию психологические мотивы серийного убийцы и тем самым вывести на его след. Заключенный, доктор психиатрии Ганнибал Лектор, отбывает наказание за убийство и каннибализм. Он согласен помочь Кларисе лишь в том случае, если она попочвует его больное воображение подробностями своей сложной личной жизни. Такие двусмысленные отношения не только порождают в душе Кларисы внутренний конфликт, но и сталкивают ее лицом к лицу с помешанной до гениальности убийцей. Воплощение дьявола настолько сильно, что ей может не хватить мужества и стойкости, чтобы остановить его. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!